представьте что жизнь делится на два этапа скажем некий первый этап и некий второй молодость зрелость детство молодость зрелость старость да есть четыре ресурсов напоминайте деньги энергия время статус молодой человек это статус молодой это статус старик это статус ниже и там пожилой это статус ниже чем молодой молодой тоже статус а как большинство людей на первом этапе жизни распоряжается этими ресурсами они их тупо тратят ну как человек шальные деньги пошел и просто на них купил виски 18-летний там штаны и какие-нибудь случайные просто на такси катался шампанское пил лимузин заказал шальные деньги хоп он их тупо потратил как молодость большинство людей распоряжается ресурсами деньги если они появляются они тратятся все в ноль то есть у тебя потребности отвечают возможностям иногда тратится чуть больше приходится попрошайничать брать в долг наперед и так далее как тратятся силы не всегда силы тратятся тоже бестолку бесполезно большая часть уходит на развлечение ночи полночи без сна и юсари полночек поролесил а сейчас на лекциях чувствую себя нормально отчет на лекциях делаешь ты полу спишь ты не врубаешься в инфрации полдня просидел ты потратил время и силы в ноль и с мечтами как вечером ты продолжишь гульбу и энергия и силы потрачено как тратится время сжигается все почистую что происходит на втором этапе жизни в этом случае дефицит или профицит ресурсов дефицит и на этом этапе ты должен прилагать усилия для того чтобы заработать деньги для того чтобы оставаться хоть как-то в форме для того чтобы там времени нет у тебя зрелость у тебя период когда ты можешь созерцать уже когда ты приобрел мудрость и тебе интересно постигать жизнь а у тебя нет на это времени ты работаешь как и шаг у тебя нет ни времени не сил ты задерган нервный и так далее и так далее не сил не времени не денег не статуса а вот представим себе что на первом этапе жизни человек инвестирует эти вещи например появляющиеся деньги он просто вкладывает например по что например он вкладывает деньги в самообразование да он получает стандартный пакет вузе но помимо этого он изучает некий иностранный язык более глубоко чем программе помимо этого он ходит на тренинг и приобретает навыки публичной речи и в пять лет пока он учится в университете он отрабатывает этот навык потому что ну нигде такой площадки не будет как как во время учебы в вузе выступить публично там ходит выступает в квн в самодеятельности и так далее и так далее время ну понятно время время тратят на самая это не значит что он такой знаете ботаник и так далее ведь если ты Если ты делаешь домашнее задание 6 часов, это не значит, что ты его делаешь лучше, чем тот, кто делает час. Правда? Это значит, что ты просто не вкладываешься. Ты просто параллельно поигрываешь в айфон, параллельно встаешь попить, пописать, поговорить по телефону, пройтись, просто помечтать, и ты делаешь 6 часов. Поэтому здесь при грамотном использовании времени у тебя остается и на досуг. Что у тебя получается на втором этапе жизни? Если ты вкладываешь дело, деньги, время, силы, у тебя появляется профицит. То есть здесь появляется успех, потому что совокупность этих ресурсов получается успех на втором этапе жизни. Логично? Логично? Теперь вы понимаете, почему богатые люди довольно часто настаивают на том, чтобы дети не пользовались всеми ништяками, заработанными родителями на первом этапе жизни. Они хотят детей держать голодными, в дефиците ресурсов, чтобы они стремились выбраться из этого. Этим летом мы с сыном летели из Лондона, где он летом учится, там, язык, ну, в общем, кампус. Летели из Лондона, ждали посадки на рейс и увидели большую толпу детей, его же примерно возраста, которые тоже вылетали из Лондона. Ему 11 лет. Я сказал, Гриша, ты еще 7 лет полетаешь бизнес-классом, а потом готовься, как эти ребята, летать экономическим. Он говорит, почему? Я говорю, когда тебе будет 18 лет? То есть до 18 я несу за тебя ответственность. Ты пользуешься тем комфортом, который я для тебя определяю. У меня есть эта возможность. И я не настолько циничен, чтобы полететь бизнесом, а ты там летишь в экономию. То есть ты летишь бизнесом не потому, что ты летаешь бизнесом, а потому что я лечу бизнесом. А вы помните, да, что при принятии решения я всегда выбираю более дорогое, поэтому мы с семьей постановили, что мы летаем бизнесом теперь. Ну, то есть без вариантов. Мы всегда летаем бизнесом, чтобы каждый раз не думать, а, дорого, дешево. Зачем страдания лишние? Летаем бизнесом и все. Будешь больше зарабатывать. Потому что заработок зависит от потребностей, а не наоборот. Значит, надо больше зарабатывать. И я думаю так, что он скажет? Пишите, скрип. Но я на полном среде считаю, что уровень материальных притязаний человека определяет пути, которыми он выходит на возможность их удовлетворять. Если у него скромные потребности, он найдет вариант, возможности скромные деньги заработать и упустит, не учует возможности заработать большие деньги. А человек, которому нужно много денег, он просто не видит вариантов заработать три штуки. Он не видит их, он их не замечает, а замечают те, кому нужны три штуки. Почему? А потом 18, и в 18 будешь сам. И он, знаете, что он говорит? Он говорит, ну, значит, надо будет как-то привыкать к экономическому. Значит, надо будет как-то себя. Ну, что вам сказать? Это трудная задача. Ребенок всю жизнь живет с прислугой. Ребенок глаза открыл, и у него папа, мама, бабушка, нянь, прислуга. Няня, повар, губерн. У него есть люди. Если ребенок идет и понимает, что пора менять трусы, он снимает трусы, выходит из них и идет дальше, через 5 метров он оборачивается, их нет. То есть их кто-то подобрал. Зачем ребенку привыкать летать экономическим, трудиться и так далее? Зачем? Все происходит само собой. Если он привыкает, то потом на втором этапе жизни очень трудно. А он хочет это сохранить. А он хочет жить так всегда.